Всем большой привет! С вами Даша, вы у меня на канале YouTube, и сегодня нас с вами ждет шоппинг-влог. Я уже оделась и во всеоружии. Мы с вами отправимся в торговый центр, и там посмотрим несколько магазинов и новые коллекции. Начать я хочу с того, во что я одета сегодня, и дальше уже пойдем с вами по магазинам. На мне белая майка, это бренд российский Nice One. На мне рубашка из прошлого видео, если вдруг вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Там у меня образы и новые всякие покупочки. Эта рубашка Aimclaw обалденный просто цвет. Посмотрите, как красиво сочетается с карамельной сумкой. Мне кажется, просто вауч! Те же самые очки Gucci, которые я ношу супер-супер часто. Далее, так как у меня вот такой вот большой беременный животик, у меня все джинсы я сажаю ниже живота. Такие свободные, слава богу, у нас сейчас с вами актуальна низкая посадка и широкие штанины. Поэтому у меня вот подобные джинсы в нескольких цветах. Это бренд COS. Тоже было видео с покупками из COS и Zara. Тоже пущу по верху вам ссылочку. Зайдите, посмотрите, если еще не видели. Там много интересного и ссылки на все вещи я тоже дала. Также на мне вот такие топули. Это бренд HOMIS. Российский тоже бренд. Нереальные топули. Видите мои пальчики? Они садятся как вторая кожа, просто как перчатки. Очень удобные. Я взяла черные без пятки и вот такие рыженькие. Аксессуарная группа. У меня сумка. Это Hermes Her Bag. Кажется, я не снимала на нее распаковку. Ну ладно. Ничего страшного. Я ее показала уже несколько раз в роликах, поэтому вот она. И я ее украшаю вот такими брелоками вязанными. Это сейчас очень большой тренд. Имейте в виду. У меня висит зеленый дракончик. Я как матерь дракона просто не могу ходить без такого брелочка. И такой заводной мухоморчик. Мне кажется, очень классно смотрятся эти цвета и на контрасте с карамельным, и на контрасте с зеленым. И сейчас еще верхнюю одежду вам покажу. Так вот, финалю я свой лучок вот таким ярким, зеленым, весенним пальто-пиджаком. Это у нас с вами бренд Present Simple. И кажется, это шерсть с кашемиром, что-то подобное. Сама ткань невероятно просто приятная. У них такие пиджаки в разных цветах выходят каждый сезон. Просто большой мой рекомендацион. Вот так выглядит образ целиком. И мы с вами отправляемся в торговый центр. Погода просто чудесная, прекраснейшая. Тут солнышко. Мой партнер инкрайм отказывается быть в кадре. Вон убегает от меня. Вот эта вот прекрасная мадам Александра будет сегодня помогать нам в съемках шоппинг-блога. Мы с вами отправляемся в Фаверетскую плазу. Мне кажется, что это один из самых симпатичных торговых центров в Москве. И вокруг там еще классная площадь. Можно погулять и даже поработать в таком амфитеатре. Так, я немножко прошлась и решила, что остановлюсь вот на этом пятачке, который вокруг меня. На него, я надеюсь, мне все-таки хватит сил. И мы с вами пойдем сначала в Конца, потом мы пойдем в Лайм, а потом мы пойдем в Белью. У Конца здесь открылся, кстати, новый отдел. Я раньше его здесь не видела и не помню. Супер стильная витрина и очень красивые цвета внутри. Вот посмотрите, как красиво уже вот этот пастельный желтый с белым. Я точно буду что-то такое собирать. Скорее всего, даже вот эту куртку и вот эти штанцы померяю. Очень люблю сейчас, особенно в беременном состоянии, либо лапшу, либо мелкую плессировку. Что, пойдем? В коллекции очень много светлых, красивых оттенков. Такие молочные, сливочные, белые и с очень классными акцентами. Очень актуальный цвет сейчас это такой пастельный желтый, это пастельный розовый. Мне очень нравятся также мятные оттенки в коллекции. Очень благородный кофейный и также голубой. Особенно для блондинок, для обладателей светлых глаз будет очень красиво подсвечивать. Очень классный трикотаж, модный прямоугольный вырез. Здесь, мне кажется, на меня красиво сядь. Немножко в стиле кайт, если вы помните, какие у кайт были свитеры, точнее и есть самый классический свитер, очень похожий силуэт. Только у кайт немножко здесь уходит V-образная грудь, а здесь нет. Но так даже интереснее, очень красиво будут ключица смотреться. Ой, я вот такое очень сильно люблю. Посмотрите, какой цвет. Вот бежевый бывает, правильный бежевый, бывает неправильный бежевый. Вот этот идеальный, это нечто между серым и бежевым. То есть он такой приглушенный беж. И вы его сможете сочетать вот без преувеличений совсем с чем угодно. Просто потрясающего, припыленного, такого серо-голубого оттенка. Он даже какой-то еще сложнее. Он между мятным, серым и голубым. И хочу его попробовать взять в максимальном размере, чтобы он сел очень овер и длинным. Вот именно правильная посадка, которая сейчас должна быть. Стрясающий оттенок. Такой травяной. Но даже, опять же, еще интереснее, чем травяной. И этот оттенок, как мне кажется, можно сочетать как с теплым верхом, так и с холодным. Вот, например, у меня на рубашке изумрудная клетка, но с ней этот оттенок тоже смотрится. Хотя, как правило, холодные и теплые не очень хорошо сочетаются друг с другом, но это такой оттенок посерединке между холодным и теплым, поэтому сочетается очень хорошо. Тоже возьмем померить. Есть мысль попробовать просочетать вот так. В целом, на весну, когда уже в свитере жарко, но все еще хочется какого-то уюта под верхним слоем, можно использовать вот такую жилетку на голое тело. Это очень классный прием. Посажу брюки на бедра и вот эту жилетку попробую. Так, ну вот, что мы набрали перед тем, как я разделась. У меня получилась более такая зеленая гамма. Я уже вижу по факту отобранных вещей. То есть молочный, зеленый, немножко такой хаки, слегка с голубоватым оттенком, беж. Снова молоко салатовый и цвет такой топленого молока светло-бежевый. Вот, сейчас буду все примерять. И показывать вам. Блин, к великому сожалению, не передается оттенок через камеру. Я вам обязательно пущу скрины с сайта. Этот тренч, он очень красиво, серо-зеленого оттенка. И мне очень нравится, как он играет как раз с зелеными брюками. Для того, чтобы понять это целиком, конечно, нужно видеть правильную цветопередачу. Итого, что мы имеем? Тренч правильного объема, правильной ширины, длина рукава. То есть тренч всегда берем не куценький, а вот такой широкий. Только тогда он будет смотреться хорошо. И по длине вот это, пожалуй, минимум. То есть нужно брать либо такую длину тренча, либо еще длиннее. Коротенькие тренчи мы сейчас с вами не носим. Следующий образ, который я составила с этими брюками зелеными, получается немного другой, чуть более легкий. И более интересный, мне кажется, еще по вещам, которые я использую. То есть я к брюкам добавила вот эту жилетку на голое тело. И сверху я добавляю вот такую парку облегченную. То есть это не парка, которую вы носили бы зимой. Это парка более легкая. Она однослойная, она без подкладки. Обязательно берем большой размер, затягиваем кулиски, чтобы у нас с вами появился красивый силуэт. И получается, что мы подчеркиваем с вами талию. Несмотря на то, что высокую талию джинс мы закрыли жилеткой, все равно она у нас остается. Мне кажется, образ получается очень красивым. Как раз со светлой обувью, если у вас есть самбы, Adidas, то будет смотреться очень-очень хорошо. Здесь я решила показать даже с сумкой, потому что очень хочется вам продемонстрировать, как красиво смотрится сочетание вот такого молочного с бежим и с карамелью. У меня карамельная обувь и карамельная сумка. Я взяла тот самый джемпер с квадратным вырезом. В нем совершенно роскошно смотрятся ключицы. Вот именно эти места, мне кажется, у женщин это особо такое сексуальное место. Если ключицы открыты, это очень-очень красиво. А еще я пока надевала этот джемпер, я думала о том, что, господи, какой он мягкий. То есть это трикотаж, но уже не тот трикотаж, который мы с вами носили зимой. Это стопроцентная вискоза. На теле это нежнейшее что-то. Абсолютно комфортно. Вот вплоть до теплого лета вы сможете это носить. Я сочетаю с такими штанами лапша. Конечно, в идеале я бы взяла их поменьше размера. И поменьше размера вот в этой зоне они бы сели чуть плотнее. Так как у меня животик, я взяла максимальный размер. Поэтому у меня вот здесь немножко лишний, скажем так, тканя. Но тем не менее, даже несмотря на это, посмотрите, как красиво он садится по попе. То есть это просто идеальная посадка для трикотажных штанишек. Плюс мне нравится ширина штанины. Она очень правильная. То есть здесь у нас идет с вами по фигуре, по бедру. И дальше идет расширение уже к низу. Вот такой у нас с вами получается образ. Кстати говоря, не смогла не договорить, что поверх этого трикотажного костюма просто идеально вписывается парка из прошлого образа. Она чуть посложнее, потемнее, чуть более грязно-белого оттенка. Но за счет этого она выделяется и дает правильный, очень нежный акцент этому образу. Мне супер нравится, как вещи смотрятся вместе. И все еще карамельная обувь здесь смотрится очень уместно. И та же самая сумка, кстати говоря, будет тоже очень хорошо здесь выглядеть. Прям мне хочется вот так сейчас отсюда уйти. Тем более на улице такое солнышко. Так сухо, так красиво, что этот образ идеально вписывается в весну. И прям хочется весны жить, и чтобы кто-нибудь подарил красивые цветы, как, например, вот эти, которые здесь стоят. Просто роскошный букет. Хочу себе домой такой. Это маленький намек. Если кто-то будет смотреть мое видео. Так, следующий образ. Я тоже снова вот со своей обувью и со своей сумкой. Это, к слову, о том, насколько я правильно уже выбираю свои вещи, что даже когда я выбираю вещи на примерку, они автоматически вливаются просто в мой гардероб. И это снова тот самый хваленый мной трикотаж от Конса. Я взяла в достаточно большом размере. Это такой кардиган-рубашка. Очень интересный крой. И мне нравится, что рубашечный воротник сочетается с пуговицами от кардигана, при всем при этом свободный крой. И на самом деле, вы так вот, если посмотрели бы на меня, даже не сказали бы, наверное, что у меня есть животик, и я беременна. Так, слово о том, что насколько хорошо нивелируют какие-то особенности вашей фигуры. И очень красиво садятся брюки. Прям очень красиво струится трикотаж. И трикотаж, он не слишком плотный и не слишком тонкий. То есть он красиво ложится красивыми складками снизу. Не грубыми, не слишком тоненькими, как бывает, как тряпочка-трикотаж. А вот прям он как надо. Он, ну, очень-очень дорого ощущается на теле и очень дорого выглядит. Вот опять снова мне хочется прям так выйти из магазина. Итак, если вы хотите... Я понимаю, что очень базовые все цвета до этого показывала. Если вы хотите цветового пятна в ваш весенний гардероб, я нашла вот эту нереальную просто светло-желтую куртку. Рекомендую сочетать ее со светлыми кедами и со светлым топом под низ. Я, опять же, пущу скрин по экрану с сайта, чтобы вы увидели правильную цветопередачу. Мне очень нравится. И ткань сама, и цвет, и фасон. В целом она слегка напоминает куртки бренда Totem, то есть более премиального бренда. И, опять же, берите большого размера. Я всегда прошу, мне принесите максимальный размер. И я начинаю мерить всегда с максимального, всю верхнюю одежду. Тогда она будет садиться на вас правильно. И обратите внимание, что я осталась, кстати, в тех же брюках из предыдущего образа и просто просочетала с другим трикотажным топом. Вот такой без рукавов. Я такой мерила бежевый и вот как раз белый. Они очень приятные тоже к телу. Просто любовь. Я уже сказала, что трикотаж конца моя любовь. И я отсюда сейчас просто вынесу весь трикотаж, который я примеряла на себя. Итак, далее у нас с вами лайм. И я уже прям с обхода вижу вещи, которые хочу померить. Пойдем. Во-первых, вот эта куртка в японском стиле. Посмотрите, какая она красивая. Какие пуговички. Вот такую сложную вещь можно брать, если вы будете сочетать ее с простыми вещами. То есть снять с меня весь мой верх и оставить широкие джинсы. И, кстати говоря, это будет чуть-чуть в стиле таком Йоджи Ямамото. Это спущенная ширинка, широкие джинсы и вот такой в японском стиле укороченный жакетик. Это будет очень достойно, стильно и необычно выглядеть. Я просто схожу с ума по трикотажным костюмам. Смотрите, какой красивый. Вот, возможно, на вешалке он не так смотрится круто, как будет на теле. Посмотрите, какая классная вязка тоже, какой красивый воротник. Но это уже более летняя история, потому что он прям такой дырявенький. Но это очень эффектно выглядит. Есть такой в бежевом, я вижу, и в молочном оттенке. Это что за красота такая? Это просто селин на минималках. Очень красивые босоножки на низком каблуке, которые состоят просто из двух таких кожаных ленточек, которые будут супер нежно и супер стильно смотреться у вас на ноге летом. Вот эту футболку видела на сайте и очень хотела примерить. Она полностью выполнена в таких черных стразах спереди. У кого-то из известных брендов, сейчас не могу вспомнить, если вспомню вам, пущу по экрану, есть футболка, выполненная тоже полностью в стразах. Это очень неплохая ей альтернатива. Есть такие же штаны при желании, но мне больше нравится идея надеть с джинсами одну эту футболку. И еще мне нравится, что она такая драненькая, прям гранжевая, как нужно. Ой, ну карго просто отличные, прям в стиле Планта Роза, причем классные цвета, такой глубокий шоколад серый и такой охристо-бежевый. Я, пожалуй, померю бежевый, мне кажется, бежевых как раз карго нету. Очень красивая штучка. Это такой жилет с разрезанным плечиком. Очень хорошо смотрится. Надеюсь, что на мне будет смотреться так же хорошо. Осталось подобрать к нему комплект. Сною были замечены сумочки в стиле, если не ошибаюсь, бренд называется Dragon Diffusion или что-то в этом стиле. Они стоят что-то в районе 300, по-моему, тире 500 евро на Нетапорте. А здесь мы имеем с вами очень неплохую опцию от лайма. Это а-ля плетеная кожа. Я так понимаю, кожа не натуральная, так как стоит она 7 тысяч, но выглядит очень достойно. Я бы, возможно, перепутала бы ее с Dragon Diffusion, хотя форма чуть-чуть другая. Там у Dragon немножко другие ручки. Ну, прям клевая. Да, можно ее носить вот так под рукой, под плечом. Тоже смотрится супер стильно, а-ля как клатч. Моя внутренняя сорока просто вела меня к этому рейлу. Вы посмотрите просто, какая красота. Это наподобие той серой футболки, которую мы с вами взяли мерить, но здесь стразы покрупнее, они черные и другие цвета. Там была серая, здесь у нас черная футболка и также вот такая коричневатая, что ли. Посмотрите, как она блестит просто. Это очень красиво, особенно в искусственном свете, как она переливается. Загляденье. Если вы любительница Макси платьев, мне кажется, я нашла очень неплохой вариант. Я его откладывала себе уже в онлайн-корзину и сейчас решила померить вживую, потому что не могу определиться с размером. Еще одно очень нашла достойное платье Макси. Оно есть в двух вариантах. Это черное с белой окантовкой и белое с черной окантовкой. Они немножко так в стиле Шанель, даже если вдруг у вас есть какие-то брошки винтажные в Шанель или в стиле Шанель, украшайте его. Единственное, что сейчас не модно носить одну брошь, сейчас модно, чтобы их было несколько, и они варьировались в размерах от большой броши до маленькой какой-то композиции. И вот такое платье можно как раз украсить брошами, будет очень стильно смотреться. Я думаю, что мы его примерим, наверное, в черном цвете и примерим с теми босоножками, которые я взяла в начале. Просто будни беременной девушки. Я дошла до примерочной и устала. Поэтому прежде чем начинать мерить, я просто сижу. Кстати, пока сижу, не буду терять времени даром и расскажу вам про очень классную сумку. Если они еще остались на сайте, вот это идеальная сумка такса. Очень похожа на алоя, только у алоя подлиннее ручки. Я очень хочу себе алоя в черном или в шоколадной замше. Но это очень надешево, тренд достаточно короткий. И если у вас есть возможность под этот тренд приобрести себе сумочку, то я бы сильно рекомендовала взять в лайме. Черную как базовую или красную, если вы хотите более яркий акцент, она еще есть в красном цвете. Возможно, я уйду отсюда с вот этой черной и не буду брать алоя. Надо бы подумать об этом. Так, первый образ, который я собрала, просто роскошь роскошная. Те самые джинсы, которые я показала вам в начале, это такая модная сейчас выстиранность. Они выглядят слегка грязными, слегка пожелтевшими. И именно такой цвет джинсы сейчас самый-самый актуальный. Если видите такой, просто берите. Я взяла просто предпоследний размер из всех возможных, чтобы посадить их под свой животик. И все-таки они сели на меня. Так что имейте в виду, что не обязательно покупать беременные джинсы и выглядеть как бы странно. Потому что там выбор очень плохой. Я заказала все беременные джинсы, которые были на Wildberries, на LaMode. И мне не понравилось ничего. Где-то длина, где-то ширина, где-то цвет джинсы. Везде, короче, не очень. Поэтому берем просто джинсы на низкой талии, широкие, в большом размере. В том же самом LaMode, мне кажется, супер доступно приобрести себе джинсы. Такие на беременность, они стоят 5000 рублей. Ненамного дороже, чем беременные джинсы на том же Wildberries. Так вот, вернемся к стилистическим фишкам. Во-первых, к нам вернулись отвороты. То, что вы видите у меня на ногах. Джинсы берем большие и не подрезаем, не несем их в ателье, а именно вот таким образом подворачиваем. Далее, момент. Сейчас у нас супер актуальны балетки. Их актуально носить расстегнутыми, если у них есть застежки. Вот именно в таком виде. Наслаиваем отворот на балетки. И у вас получается супер актуальная деталь на вас. Как я уже и сказала, что немножко в японском стиле а-ля Йоджи и Мамото у нас с вами получается именно силуэт. Я не говорю про цвета и фактуры, но силуэт именно такой. Это низкие джинсы со спущенной ширинкой. Это жакет в японском стиле с такими пуговичками необычными. Очень красивая черная окантовка. И как раз вот с этой черной окантовкой я и играю. Под черную окантовку я добавляю черную сумку таксу, тоже супер актуальную. И добавляю черные балетки. Получается обалденный образ. Такой на грани слегка гранжа. И даже, я бы сказала, уличного такого стиля и женственности. Потому что жакет, сумка и балетки говорят нам про женственность. И как раз мы контрастируем все это с выстиранными широкими джинсами на низкой талии. И получается идеальный баланс в этом образе, чтобы выглядеть супер стильно этой весной. Так, у нас с вами следующий образ с той же сумкой и теми же балетками сложился. Это черная юбка в пол. Хочу сразу оговориться, что шнурочек у нее не сильно привлекательный. Который вот именно идет по поясу. Я бы не стала его открывать. Но это настолько идеальная длина атласной юбки. Она получается в пол. Почти все юбки, которые я вижу в масс-маркете, они все вот такой длины. Они такие, знаете, подстреленные. Они 7,8-миди юбки. Это, ну посмотрите на эту длину, это роскошь. И именно такие юбки мы носим с вами с оверсайз футболками. Получается обалденный образ. Даже поверх этих страз можно еще наслоить длинный кулон или длинную цепь. Я наслоила свою, но можно любой ваш кулон наслоить поверх. И это будет тоже смотреться уместно. Потому что мы с вами снова играем на грани женственности. И вот такого оверсайза, уличного стиля. И мы все-таки женственность, подчеркиваем, сумка и балетки. И у нас длинная юбка, которая подразумевает собой какой-то наряд такой на выход в театр. Но мы абсолютно делаем из этого повседневный уличный образ, добавив футболку. В то же самое время эта футболка полностью из страз. То есть вы так можете пойти в бар с подругами, я не знаю, в клуб танцевать, и при этом вам будет удобно. Но и так можно пойти и на работу, например, если у вас не офисный какой-то дресс-код. Потому что все закрыто, все прилично, но в то же самое время очень стильно. Или можно пойти гулять, опять же. Это суперудобно, потому что я на плоском ходу, мне ничего не сковывает. У меня удобная свободная юбка, у меня удобная свободная футболка. И при этом я выгляжу просто как стильная богиня, которая знает все о трендах, о посадке и о деталях. Вот. Еще один вариант, как можно еще больше усложнить этот образ и добавить вот такую, знаете, вертикальность. Пальчерного цвета, то есть мы так вытягиваем с вами рост, когда у нас черный цвет идет от плечей и до кончиков пальцев. Можно еще добавить черные очки, будет еще интереснее. В общем, я нашла такую пиджачную жилетку, очень интересную, я показывала уже с отпоротыми рукавами и разрезанными плечиками. И очень классно она смотрится с длинной черной юбкой. Мне нравится, какой получается силуэт. Тоже возьмите себе на заметку такой прием. И дополнительно я вытягиваю силуэт еще и длинной цепочкой. В общем, все в этом образе играет на вытягивание и удлинение силуэта, что в целом здорово и особенно актуально, если вы беременная девушка, как и я. Все остальное я оставила то же, что в прошлом образе. Ну, просто роскошь. Настолько в моем стиле я собрала лучок. Это карга потрясающего цвета. Я их 100% с собой уношу и думаю унести с собой еще и кеды шоколадные. Шоколадные замшевые кеды. Это очень красиво. В общем, с чем я это все дело сочетаю? Со своей сумкой. Потому что черная здесь будет слишком грубо, хотя можно. В общем и целом, мы можем взять сюда и эту сумку и будет смотреться неплохо. Но мне нравится, наверное, чуть больше в данной ситуации сумка на плечо, расслабленной формы и с игривыми такими брелочками. Так вот, эти карга я взяла в размере L и спустила их максимально на низкую талию. Совместила с боди бежевым таким, телесно-бежевым. И получается, что у нас здесь такие очень сексуальные разрезики в стиле Рианы получаются. Получаются, получается масло масляное. Сорян, я немножко рыбка Дори, мне позволительно. В общем, смотрится это вот таким образом. Если подснять рубашку, конечно, здесь бирку нужно будет отрезать. Но даже вот в размере L боди села хорошо. Конечно, когда я схудну после беременности, мне, наверное, вот здесь оно будет великовато. Но сейчас сидит прям очень-очень достойно. Можно даже взять М-ку. Я вижу, что здесь немножко идут складочки. Можно даже взять М-очку. Ладно, это такой офф-топ был. В общем, карга берем чуть на размер больше, сажаем на низкую талию. Дополняем боди, чтобы сделать вот такую детальку. Это что-то из стрит-стайла, это что-то из уличной моды, скейтерской такой. Смотрится очень здорово. И дополняю я все это оверсайз-рубашкой. У меня в размере XL. И она как раз правильно села. Вот даже L будет мала уже здесь. Здесь нужна свободная рубашка. Было бы 2 XL, я бы взяла 2 XL. Вот это прям минимум по объему, который сюда нужен. И я взяла рубашку, которая по цвету перекликается и с боди, и с нашими с вами карго. И получился, ну, очень классный комплект. Я бы прям вот так ушла, как я люблю говорить, я бы так ушла отсюда. Смотрится здорово. Как вариант, можно повязать эту рубашку на пояс, если вдруг вам стало жарко, и вы этот образ из весны перенесли за собой в лето. И смотрите, как классно. Из-за того, что в рубашке повторяются цвета из всего образа, она продолжает идеально смотреться, повязанная на поясе. Просто все цвета собираются, даже цвета из сумки в ней присутствуют. Вот комплект брать, копировать, примерять на себя, да, и вставлять на себя. В общем, Ctrl-C, Ctrl-V можете сделать, и стильный, удобный образ на весну вам готов. У карго обалденная посадка. Очень классные защипы вот здесь, в районе коленок, которые создают правильный силуэт. Когда-то, когда я только покупала себе первые карго, это были карго Планты Розы, и мне казалось, что только они делают правильную посадку карго, они стоят там 40 тысяч рублей. В данной ситуации вы получаете за очень-очень гораздо меньшую сумму похожий классный силуэт с определенными правильными защипами на ногах. В общем, у нас с вами в эфире все та же сумка. Я надела платье, которое вот просто на вешалке висит, как какая-то длинная маечка. Ну, посмотрите, какое оно классное силуэтное. На беременный животик, само собой. Если у вас плоский животик, то тоже это будет смотреться роскошно. Подчеркивает бедра красиво, силуэт попы просто роскошный в этом платье. Те самые босоножки в стиле Селина, они отлично смотрятся. Если вы хотите такое платье надеть на выход, то я рекомендую именно с такими очень открытыми босоножками. Я, конечно, вряд ли буду носить его с каблуком. Мне было бы комфортнее надеть сюда какие-то сандалии грубые, по типу Dead Sandals а-ля Шанель или Hermes, как они, господи, называются, шипры. Но, но на ужин куда-то я бы так вышла. То есть это платье, которое вы можете и в нарядное увести, и в повседневку. При всем при этом вы можете это делать с одной и той же сумкой. То есть вот эта сумка в руках я представляю как с кедами, так и с сандалиями с этим платьем. И в то же самое время эта же сумка идеально вписывается в вечерний образ. Короче, супер универсальная вещь. Чем больше я на нее смотрю, тем больше понимаю, что оно мне точно надо. Прям 100% все образы, которые я надевала, она везде была хорошо. Я думаю, что это платье в обоих цветах, в которых оно есть, оно тоже уходит со мной. Я его присмотрела в таком темно-сером и также в бежевом. Наверное, мы примерим с вами еще один образ, и я уже очень голодная, и мы пойдем кушать. Так, ну и вы не поверите, я даже к спортивному костюму решила приделать эту сумку. Во-первых, она сочетается с вышивкой, темная вышивка вот здесь на спортивке, и вот такая сумка. Дополняем все это модными узкими очками, и у нас с вами получается, ну, супер стильный образ. Я чуть-чуть носочками, скажем так, подвернула, если можно так выразиться, низ спортивных брюк. Можно их опустить полностью, у них длина позволяет. Просто, чтобы вы знали, я сделала это нарочно, потому что это сейчас супер актуально, тоже такая посадка. Это кеды, это носки в рубчик, и вот так вот слегка подвернутые штанины. На мне штаны в размере М, даже на мой животик они сели хорошо, имейте в виду, по размерной сетке. Вверх же я беру L, то есть он должен быть вот таким объемным, большим, он должен провисать. Это анорак, это не худи, это не свитшот, у него замок, и это отличительная особенность анорака. Он очень классный, так слегка, вайп пола в нем присутствует, именно вот в расстегнутом виде его стиле выносить, или для фоточек можно застегнуть, но я не очень люблю высокое горло, поэтому с высоким горлом я бы не стала ходить. Но вернемся к сумке, посмотрите, насколько стильно она здесь смотрится, и получается, что у нас сумка доигрывается темными полосками на кедах, и сумка доигрывается вышивкой и очками. То есть у нас идет вертикаль цвета, повторение цвета по вертикали, что и собирает наш с вами образ, и даже такой спортивный и слегка бесформенный вытягивает нам силуэт. Иди ко мне, моя прелесть! Как это пахнет! Это бургер блю-чиз-парши, это вкусно! Еще вкуснее камамбургер, но камамбургера нет, потому что не завозят, видимо, камамбер. Но это тоже очень-очень-очень секси. Мне так хорошо! Я теперь наеты, довольная, и могу продолжить шоппинг. Я думаю, что последняя остановка сегодня будет белью. И мне хочется взять классные лосинки, удобненькие, плотненькие, в которых я буду особенно дохаживать последние месяцы беременности, когда будет удобно, наверное, практически только в них. И что-нибудь посмотрим домашнее, а-ля пижамы. И, возможно, это будет такой стиль пижамок, по крайней мере, я представляю себе так, которые можно носить и на улицу, и дома. Идем! Ой, да тут большая коллекция появилась, смотри, даже курточки какие-то. Я давно не заходила, на самом деле. У меня бывают такие набеги на белью, что я покупаю все любимые модели во всех цветах, и мне достаточно долго не нужно сюда заглядывать. Так что сегодня для меня будет, о, дивный, прекрасный мир открытий. Вид роскошный, боже, как красиво! Мне кажется, мы вот с этим уйдем сегодня. Это так красиво! И по футболкам, смотрите, есть вот такая. Роскошь! И я вам покажу сейчас еще одну футболочку, это вообще просто у нас самый топ, который среди мамочек. Мы там просто продали, сейчас достали на того, чтобы вывесить. Мама, я рядом. Это самые милые футболки. Я сейчас заплачу! Нельзя так со мной с беременной. Оно хорошенькое. Вот такую рубашку, кстати, под любую... Ой, рубашку, все, до свидания. Вот такую футболку под любую рубашку, это будет смотреться супер стильно. И также хочу заметить, что когда в футболке есть в принте много разных цветов, вы сможете сочетать ее, ну, практически со всем. То есть любые низы, любая обувь, любая сумка, из-за того, что у нас здесь полная радуга цветов. Это так мягко! Я надеюсь, что по росту они мне сядут хорошо, потому что это очень приятно. Что это за материал? Это бамбук с полиамидом и эластаном, но на ощупь это какой-то вискозный трикотаж, как будто вискоза с кашемиром на ощупь. Очень приятная ткань. Ой, беременные лосинки, то, что мне надо. Ну, во-первых, это божественно просто. Посмотрите на эту футболочку из коллекции про маму. И здесь написано «Мама, будь рядом». Мне кажется, я сейчас второй раз уже заплачу за время, пока я мерю эту футболку. И также роскошные совершенно лосины со штрипками в кофейном таком цвет. Вот между кофейным и горьким шоколадом. Очень красивый, богатый, благородный оттенок. Это та же история, что я предлагаю вместо черных колготок всегда в Кальзедонии брать колготки в оттенке мокко. Они гораздо благороднее, дороже смотрятся. Мне кажется, что с лосинами похожая история. И лосины в темно-шоколадном цвете всегда смотрятся очень выигрышно, гораздо более необычно. Рекомендую вот так вот носить с топулями или с кедами. Очень красиво смотрятся штрипки. И они, кстати, удлиняют ваши ноги, удлиняют ваш силуэт в профиль. Мне прям очень нравится. Сверху пиджак или косуху. И просто я готова покорять этот мир. Могу даже вот с коляской. Тот самый свитшот тоже с мамиными, скажем так, рисунками. Из маминой коллекции. Вот этот лев меня просто покорил. Посмотрите, какой он клевый. Я еще и лев по знаку зодиака. В общем, я куплена этим львом. И этот свитшот точно уходит с нами. Помимо этого, я еще примерила. Но я даже не знаю, как это описать. Это нужно трогать, честно. Ни одна камера ничего не передаст этой текстуре. Это знаете, по ощущениям, моя любимая фраза, как котячьи лапки. Это невероятно мягкое что-то. Похоже на смесь кашемира с ангорой. Изнутри какая-то вискозная такая. Я не знаю, типа полотешки вискозные. А снаружи супер-супер мягонько. Я хочу взять вот такие велосипедки. И плюс пижаму из широких таких штанов. Ну, как пижаму, костюм. И свитшота. Сейчас померяю, чтобы у меня был комплект из трех элементов. И я бы могла их комбинировать. Велосипедки смотрятся божественно. Я хочу уже со светлыми какими-то кроссовочками, с бежевыми. Я как раз сейчас заказала найки себе. И с этими светлыми бежевыми найками вот такой комплект носить. Блин, как это круто. Я прям предвкушаю уже весенние лучки. Ну, что это за милейшество такое. Это вот тот же материал, что и на мне были велосипедки. Только это лонгслив, вот этот пушистенький. И широкие такие штанишки. И я как раз на примерку сегодня брала обувь. И у меня тон новых балеток Present Simple замшевых совпал практически идентично с этим костюмом. И это так красиво. Просто я не могу. Ну, естественно, без этого я уйти уже никак не смогу. Как это мягко. Моя сердечная рекомендация – это зайти лично в белью или просто поверить мне и заказать вот это. Просто вы ни в чем больше не захотите ходить. Если у вас особенно прохладно дома или вы просто любите что-то такое уютное, это невероятно приятно. Моему животику тоже очень приятно. И нам всем очень приятно и красиво. Представляю себе все это с замшевой какой-то шоколадной сумкой, расслабленной на плечо. Стильненькие очки, металлическое правие. И просто мой идеальный выход тоже готов. И та самая идеальная пижама. И к ней, кстати, есть еще и шортики. Я, может быть, шортики тоже возьму. Посмотрите, как она здорово смотрится с кедами. Мне кажется, она просто создана для того, чтобы носить ее именно с самбами. Потому что здесь полоска на пижаме перекликается с полоской на кедах. Ну, очень здорово. Хочется расслабленную белую сумочку сюда, какую-то через плечо. Я как раз заказала себе беленькую небольшую «Жиль Сандер» через плечо. И она сюда впишется просто идеально. Покажу по экрану, о чем идет речь. Ну, красиво. Ну, прям божественно красиво. Вы посмотрите, как упаковывается коллекция «Мама». Просто с наклеечками, с надписью «Мама». Это так красиво. Дарите всем будущим мамам вот такие. О, еще и открыточки. Это так мило. Просто как вовремя. Просто что за милота. Просто именно в тот год, когда я жду Бэйба, собственно, вышла такая коллекция в Бэйлю. Ну, что, под конец шопинга время забрать пакеты с покупками. Так как это был последний магазин, я уже выхожу отсюда с покупками. И пойдем забирать все остальное. Надеюсь, вам тут не слишком громко. И я надеюсь, что сегодняшний влог получился интересным. Что из моего шопинга вы что-то приметили себе. Или какую-то одежду. Или какие-то стилистические приемы. Я буду очень рада. В общем, если что-то будете приобретать по моим наводкам, обязательно пишите мне внизу в комментариях. И пишите, конечно же, какой образ вам понравился больше всего. Буду очень рада почитать. Ну, а с вами была Даша. Бэйбик во второй роли. И увидимся в следующих видео. Люблю, целую. Удачного вам шопинга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok